Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Значит, человек пишет следующее. Беспокоил я вас раньше по пустякам. Как жизнь дала? Понятно. Сейчас глотит обида. Мужчина, с которым встречался много лет в паре, с которым откровенно был в отпуск. Не очень понятно, что здесь написано. Тут как бы есть ошибки. Здесь как раз врач объяснила, что мне надо делать операцию, и врач может открыться кровотечение. Я уточнила у доктора, мне уехать в отпуск нельзя. Она сказала нет, надо чтобы вызвать скорую была возможность, чтобы успели отвезти в стационар. Мне ему прислось объяснить как есть, почему не могу ехать. Он вроде бы как понял с началом. Сказал, твое здоровье дороже поездок. И через неделю опять запланировал нашу поездку. Придом в жаркий климат. Хотя я несколько раз говорил, солнце мне противопоказано. Жара. Обидно, что человек не понимает. И как объяснить, что я не могу больше подстраиваться под его планы. Собственно, первое на что хочется обратить внимание, то, что проблема, скорее всего, у вас осталась та же, из-за которой вы обращались раньше. Вот. Только теперь она сильнее о себе заявляет, в силу того, что вы с ней не работали. И то, что вы говорите, вам дала понять жизнь, это на самом деле, как мне кажется, бегство от ответственности. Потому что не жизнь нам дала понять, а что-то поняли вы сами. Случилась переоценка ценностей. Только если бы вы работали с психологом, то эта переоценка прошла бы для вас дешевле. Так она дается вам, скажем так, достаточно тяжело. Это нужно понимать и это нужно держать в голове при рассмотрении вашего текущего вопроса. Ситуация заключается в следующем. Вы пишете про мужчину, с которым вы встречаетесь много лет. И который пренебрегает, получает вашим здоровьем, проявляет к вам внимание и так далее. Что вызывает вас обиду? Вы описываете своё состояние. Состояние того, что вы сейчас больны и что вам нужно себя беречь. Так вот, на мой взгляд, обида в первую очередь касается именно того факта, что вы не принимаете своё состояние. Дело в том, что когда человек заболевает, меняются его возможности, меняются его способности, меняются его ощущения себя, меняется жизнь. Качество жизни в этом смысле также может существенно ухудшаться. И это достаточно тяжело для человека. Это достаточно тяжело для личности. Достаточно трудно это принять, например, и к этому адаптироваться. Если у человека есть сложности и проблемы с самооценкой, если у человека есть сложности с тем, чтобы, например, доверять, допустим, себе, то эта задача, которая ставится перед нами, этот вызов, перед которым мы оказываемся, становится ещё более сложным. В основе лежит то, что вам сложно принять своё состояние. В основе лежит то, что вы своим физическим состоянием на данный момент оказались, судя по всему, травмированы. Это первое, на что нужно обратить внимание. Соответственно, травму необходимо прожить, чтобы она вас не беспокоила больше. То есть, чтобы вам было легче, в какой-то степени проще двигаться дальше. Равно как и себя принять тоже. Довольно необходим здесь. Следующий момент. Если то, о чем я говорю, является правдой, то важно понимать, что ваши ожидания от человека, вашей надежды на человека является проявлением ваших собственных потребностей, которые вы не замечаете сами по себе, но хорошо чувствуете, когда дело доходит до другого, до мужчины. Задайте себе вопрос. Чем обусловлено то, что вы ждёте от человека того, что он вас поймёт? Задайте себе вопрос. Чем обусловлено то, что вы ждёте от него определённого отношения? Это очень важный момент. Потому что вы пытаетесь в данном случае заменить, заместить то, что вы хотите сами, тем, что вы требуете и ждёте от другого. Дальше. Вы пишите, как объяснить ему? Ответ достаточно прост. Никак. Человек либо понимает, либо нет. Здесь куда более важный момент, на мой взгляд, имеет место быть. Этот момент связан с тем, что вы встречаетесь уже много лет. И судя по всему, ваши отношения не развиваются. Судя по тому, что я могу видеть, по крайней мере. Так проблема заключается в том, что мужчина не, скажем так, не прислушивается к вам. Или же проблема заключается в другом. В том, что у вас отношения не развиваются. Что они у вас как были высоко формализованными, например, так и остаются до сих пор. Хотя, времени прошло уже довольно много. То есть, это вопрос того, какие отношения с человеком вы выстраиваете. Что это за отношения? Как они эти отношения себя позиционируют? Устраивают ли они вас, например? Вот это уже очень важный момент. Поэтому постарайтесь смотреть на ситуацию шире. Старайтесь смотреть на ситуацию, скажем так, более глобально. Чтобы не упускать из виду главного. И не фиксироваться на как бы том, что по сути деструктивно. Обиды – это всегда про надежды, ожиданную от другого чего-то. Обиды – это всегда про необходимость вызвать у человека чувство вины, чтобы он сделал так, как вы хотите. То есть, здесь вот такая, в известной степени, несколько жертвенная позиция, как вы понимаете, я надеюсь. И вот на это необходимо обратить внимание. Это необходимо скорректировать. На мой, по крайней мере, взгляд. И последнее, что хочется сказать, это то, что вы не задаете вопрос. То есть, чего вы, какую задачу вы ставите перед психологом, перед специалистом. Уточните, пожалуйста, этот момент. Удачи вам, всего самого доброго. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего вам самого хорошего. И надеюсь, что вы обратитесь за помощью и начнете менять свою, как бы, линию поведения. Спасибо. Спасибо. Спасибо.